ну все я в образе вот и в принципе там мы знали что бога в понедельник будет какой-то говнецо уныл а нельзя так говорить а как надо говорить нужно что-нибудь другое придумать давай придумаем а грустный кал тоже нормально грустный депрессивные фекалии мы ожидали что в понедельник в блогах будет грустный кал и депрессивные фекалии поэтому мы подготовились я принес пособие а ты по ему подготовиться вот это этими пособиями явились журналы довольно таки древние но не совсем древние в общем за 14 и 13 год 20 века то есть еще дореволюционные замечательные журналы выпускавшиеся в типографии сытина до просветитель и за верная панорама и заря эти журналы они про правительственные однозначно вот как сейчас у нас есть и допустим журналы от единой россии газеты да там вот это примерно те же самые журнал только они рассчитаны не на элиту а на простых людей на мещан на рабочих я так понимаю да на не очень богатых людей потому что богатые люди все таки в то время думаю читали другие журналы другой глянец у них был чем прелесть этих журналов в том что когда их рассматриваешь ты во первых находишь много общего современной жизнью во вторых изучаешь культуру и историю того времени и соотносишь современно давайте посмотрим что творилось на экзаменах почти 100 лет назад 1914 на экзамене географии ученица сидя на передней парте не слушая того что отвечает и я подруга стоящая у экзаменационного стола погружена в чтение о промышленности в германии учитель строго чем это вы там занимаетесь госпожа иванова земледелием и скотоводством господин учитель и чёпорно захихикали задана тема чувства при въезде в кремль но сам понимаешь на бентли ученица сидящая сидящая на передней парте бегло и размашисто пишет при въезде в кремль меня охватывает священное радостное чувство при виде лобного места где был казнен пугачёв а также башня откуда иван грозный наблюдал за казнями ненавистных ему бояр сзади слышатся отчаянный шепот и я подруги лиза милая что мне делать я ничего не чувствую ну так и пиши что ничего не чувствуешь наступает длинная пауза лиза милая теперь я начинаю чувствовать как ты мне надоело ну и пиши об этом раздается звонок лиза подают 6 исписанных листов а подруга заливается слезами на листе у ней стоит при въезде в кремль я ничего не чувствую потом я начинаю чувствовать все вот например рекламируют такую замечательную препарату кола дульц вот до употребления мужчина кола дульцы а вот после употребления мужчина вот этого препарата это лучшее в природе питательное вещество для мозга и нервов кола дульц дарит жизнерадостностью и трудовой силой и самое забавное требуйте кола дульц бесплатно еще интересно смотреть ценовой диапазон изделий которые тут рекламируются вот например револьвер продается револьвер за 2 рубля ровно за 2 рубля револьвер с 50 пулями в придачу за 2 рубля всех врагов практически продается в лодзе кстати город лодзе еще тогда польша нам принадлежала ах ты перский ну вот 2 рубля всего а специальные резиновые изделия от 10 до 25 рублей штука то есть в то время дешевле было купить револьвер и застрелить ту суку купить резиновые изделия да да и причем гандоны продавались в варшаве мой это ехать и что то есть тоже в польше понимаешь вот странно да а книги например дневник католической монахини преступные страсти в этой книге яркими красками изображена интимная половая жизнь католических монахинь и монахов и ужасающая картина разврата и полового извращения книга читается захватывающе интересно и выдержала в англии 30 изданий в англии это только в англии то есть это до лоуренса да 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 до до лоуренса вот мир половых страстей тоже продается книжка сочинение доктора медицины до гильденбранта замечательная книга для лиц обоего пола рисующая в ярких красках самый разнообразная пикантная картина половой жизни брачные и безбрачные наслаждения со всеми их последствиями и такие яркими красками шанкры такие нарисованы это какие-то и вторая же книга сразу же идет в комплекте как предупредить беременность но также волшебство и любовь искусство нравится открытки фотографические французского жанра а это что французский жанр но порнография так понимаю вопросы о трендах и брендах и брендах в то время существовал уже такой бренд как анузол свечи анузол от геморроя смотрите замечательная реклама черно-белая правда но ничего что никакой подарок не дает молодежи более чистого удовольствия чем кодек камера чем кокаин чистого с кодек аппарата вы можете запечатлеть навсегда картины радовавшие вас во время вашего отдыха вот вопрос о рекламе то что рекламной технологии и в принципе построение рекламных роликов и рекламы по большому счету не меняет реклама мыло не старт надо еще намекнуть что это цветная полоса это последняя страничка диалог между хозяйкой и барыни барыня с этого месяца ты глаша получишь прибавку за свою чудесную стирку а глаша такая спасибо барыня спасибо а про себя дай бог здоровья не старт за его мыло оно всему причина чем чем мыло круче всех это копательская старая потому что мыло не предаст вот считалось почему то что акт пребывания алтайского шамана в москве он привлекает население вообще шаман балчок привезенный господином гуркиным из далекого села еремиса на алтае жрец доброго начала в природе светлого заоблачного ульгеня и его девяти дочерей в москве камлане языческие боевослужения балочка глубоко заинтересовали научные круги он выступал в обществе любителей сестра знания антропологии этнографии перед аудиторией профессора боголепова и высших женских курсов но они поржали наверное итак комикс бабушкин подарок называется комикс весенний полдень ярок несутся песни с поля от бабушки подарок вдруг получил наш коля скорее берись за дело подарка нет чудесней снимай же внучек смело все то что интереснее вот коля с аппаратом подобно невидимки идет следя за братом впервые делать снимки скандал он обеспечил уж брату с позаранку и в миг увековечил его и гувернантку переведя кассету он продолжал этюды и за прогулку эту но на многих снял причуды уж видно божья воля увлекшийся обзором запечатлен наш коля мамашу с гувернером дальше самое интересное охота и утомимый он ловит все мгновения что бабушки любимой доставить наслаждение вот коля наш прилежный решил наполнить чашу и снял в беседке нежный папашу и дуняшу и наконец ужас он дедушку снимает в момент когда на ту же тот что-то созерцает что было дальше право писать я не желаю и рассуждая здраво на этом прерываю замечательно что что мы и хотим до наших друзей с рутью вы чтобы все снимали папашу гувернанткой